Вот мальчишки странный народ. Когда им девочка нравится, нет, чтобы подойти и сказать, ты красивая, давай дружить. А они бросаются пеналом, дергают за косички, а еще и шнурки на кедах завязывают. А потом еще и смеются, когда ты летишь на сам вниз. Вот недавно в нашей школе объявили конкурс художественной самодеятельности. Готовились все, старались быть оригинальными. Маша объявила, что будет играть на фортепиано. Лена с папой будут показывать фокусы. Они даже купили специальный набор особых штучек. Вера с братом будут показывать шоу мыльных пузырей. Вика и Ира заявили, что будут показать кусочек танца, который они разучивали на рок-н-ролле. А я долго думала и выбирала, что показать мне. Мне даже сны страшные снились, что у всех все красиво, волшебно. Им хлопают, а на меня только пальцем показывают и смеются. Я не знала, что придумать, пока к нам не пришли гости. И бабушка спела очень красивую песню. Под нее все плясали, стучали ложками по столу и хлопали в ладоши. И я поняла, вот это то, что нужно мне, такого точно никто не сделает. Мы с бабушкой каждый день распевались и учили песню. А чтоб было задорнее, еще и трещотку прибавили. Вот я вам скажу, трудно это дело, но у меня же была цель. До конкурса оставалось совсем немного. И вот тот день. Уроки отменили, и все ученики начальной школы сидели в оптимом зале, на кресле. Сопели, шотли ногами, переговались и ждали, пока участники конкурса художественной самодеятельности будут их удивлять. А мы за кулисами стояли. Кто-то прыгал, чтобы успокоиться. Кто-то потирал руки. А кого-то даже мама успокаивала. А я вот вообще не волновалась. Я знала, что хорошо подготовилась и выступлю третьим номером. Концерт начался. Дошла очередь до меня. Я выхожу на сцену, и вдруг перед тем, как запеть, я посмотрела в зал. Боже, все глаза смотрели на меня. А на первом ряду сидел вачка, на который пеналом бросался, и шнурки завязывал, и хитро улыбался, и что-то Петьке другу своему на ухо шептал. Наверное, про меня. Я покраснела, в горле стало сухо, и я тихим голосом объявила, песня народная. Слова народные исполняет Алина Бойкова. А мне из зала начали кричать громче, не слышно. Я думала убежать. Покраснела, стыдно стало, плечи вжала. Понимаю, что перед Васькой петь не могу. Пусть не смотрит, или выйдет. А он сидит, глазюки вытарышил. А потом, как закричит, «Ну, Алина, давай, ты же можешь!» И показал большой палец правой руки, и подмигнул правым глазом. Я осмелела, и мне совсем не страшно стало. И я громким, бодрым голосом объявила, песня народная, слова народные исполняет Алина Бойкова. Ай, заинька, ай, серенький, ай, заинька, хвостик беленький. А он на столицу скачил, кусок сахара схватил, штаны рваные, худые, и тонкие, и кривые. Коля-да, караселка, Коля-да, красная девка, Коля-да, не садись близко, Коля-да, Коля-да. Эх! Смотрю, все хлопают и улыбаются, а Васька подбегает к сцене и протягивает мне маленького плюшевого медвежонка. Я не ожидала и спросила, это мне? Да, тебе, ты молодец, лучше всех. Я лучше всех? Ура! Вот сказал бы мне это до конца, я бы так не волновалась. Конкурс я выиграла, но если бы не Васька, не поймешь тех мальчишек, но я счастливая.